Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Всем доброе утро, благословенного дня, Божьего покрова и настроения, при котором мы можем вместе с вами радоваться каждому дню. И я благодарна Богу за то, что все расстояния перекрываются легко и быстро. И посмотрите, как мы сегодня волны эфира можем использовать и на самом деле наполнять их содержанием небес. Потому что есть и в этом Божье обещание, когда Он когда-то сказал через пророка Исаия, что земля наполнится ведением, как дно морское наполнено водой. И сегодня вот эти волны эфира заполняют землю с каждым днем все больше и больше. И слава Богу за то, что мы с вами являемся этими людьми, через которых Бог может это делать. Как те, которые произносим, как те, которые принимают, как те, которые распространяют. То есть у нас у всех есть своя функция. Поэтому если поел сам, помоги другому тоже поесть. Благословлять будем друг друга тем, что мы распространяем волны эфира. И я благодарю Бога за эту возможность, потому что в этом мы с вами укрепляемся, как тело Христа. И члены тела Христова в разбросанном состоянии не представляют никакой опасности для врага. И не являются силой. Но тогда, когда есть объединение, объединение в ценностях, объединение в целях, объединение в основании. Это делает нас непоколебимыми, едиными, сильными и непобедимыми. И поэтому я желаю, друзья, чтобы сегодняшняя программа также помогла нам поесть от Божьего стола и не побояться того, что на нашем пути может вставать. Мы помним, что филистимляне, узнав о том, что Давид воцарился, пришли все враги его для того, чтобы сразиться с ним. Для того, чтобы показать, кто же здесь правит, кто царствует. Потому что столько лет они преследовали израильтян. И эти битвы продолжались, в общем-то, часто не в пользу Израиля. И поэтому сегодня им тоже захотелось помериться силой. Но уже не с Саулом, а с Давидом. Последняя битва с Саулом была выиграна. И поэтому, когда теперь они узнали, что Давид царствует, они хотят показать ему, кто здесь управляет землями. Но с Давидом Бог. И они это не учли. Поэтому, придя со своими богами, придя со своими ценностями, рассчитывали победить. Вы знаете, какой обман происходит в умах людей? Когда они побеждают божьих людей, то им кажется, что им помогли их боги. А на самом деле это какая-то проблема у людей божьих с Богом, как это было у Саула. Когда Бог от него отступил, он преследовал того, кто являлся помазанником божьим. И поэтому Бог не был совсем Израилем. Ради Саула он не мог это делать. И ради Давида теперь, наоборот, он может это делать. И поэтому ради Давида он благословляет весь Израиль. И теперь поднятые враги, которые поднялись против Давида, они не думали, что они поднялись против Бога. И таким образом, что мы видим? «И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их». То есть истуканы – это их боги. Они оставили, вынуждены были бежать, и своих богов оставили. Посмотрите, какой парадокс. То есть люди должны носить своих богов, они не ходят. Люди должны стирать пыль со своих богов, потому что они не могут это делать. И все равно, несмотря на это, люди поклоняются подобного рода истуканам. Это странные вещи, совершенно нелогичные, но однако почему-то люди к ним прибегают. Так почему же? Да потому что за этими деревянными, каменными, золотыми истуканами стоят демонические силы, которые укрепляются, если им приносят жертвы, вот таким идолам. Но тогда, когда идет бог, они вынуждены бежать, а идолы сами по себе ничего из себя не представляют, и они остаются беспомощные лежать на этом поле битвы. И потому все эти истуканы, они были не просто там оставлены, а Давид и его народ их забрал. С одной стороны, зачем? Как трофей? Скорее всего, для того, чтобы их уничтожить. Потому что Давид четко понимал, что это не боги, и что бог категорически относился к подобного рода поклонениям, и поэтому он не мог их оставить в присутствии божьем туда, куда забрал, а для того, чтобы уничтожить основания филистимлян, выходить против Давида дальше. Несмотря на то, что какие-то боги у них еще остались, и они, может быть, в следующий раз других изобретут, либо возьмут еще тех, которые у них где-то там лежали на полочках, но уже эти уничтожены. В этой битве уже победа есть. Дай нам, Бог, мудрости, как, побеждая врага, разобраться и с его основаниями в судьбах наших и в судьбах тех людей, за кого мы заступаемся. Небесный Отец, нам нужна твоя мудрость, нам необходим твой покров и твоя защита в каждой битве. Поэтому прошу тебя, дай нам понимать, как нам не только побеждать и отвоевывать территории, но и уничтожить влияние тех демонических структур, которые через идолов могут брать какие-то действия над сознаниями людей, над их семьями и над территориями. Я благодарю тебя, что ты Бог, который никогда нас не подводил и не подведешь. И поэтому мы сейчас принимаем решение разобраться с чужими богами на территории жизни, куда мы ступаем, и тех людей, за кого мы заступаемся. Благодарю тебя за способность, за смыслы и за власть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»